Вадим Подольный Предприятие еще существует с 1942 года, поэтому не судите строго, это не очень модно, но очень надежно. Вот что мы хотели этим сказать. Я сегодня буду рассказывать немножко не про интернет, потому что я знаю, что в основном тут собралась аудитория, которая разрабатывает высоконагруженные сервисы для интернета, для того, чтобы нам было комфортно работать, проводить свой досуг. Но без электричества этого всего не будет. И один из механизмов генерации электроэнергии — это атомные электростанции. И в будущем доля атомной энергетики в мире будет существенно развиваться, поэтому обеспечение управления этими объектами, их безопасности — это очень важная история. И про то, как это устроено, я хотел бы сегодня вам рассказать. Это скорее будет немножко такой обзорный доклад, но мы, соответственно, немножко погрузимся в архитектуру программного обеспечения. Что такое современная атомная электростанция? Это в среднем энергоблок мощностью 1000 мегаватт. Это в среднем 3-4 энергоблока на одну АЭС, потому что системы физические должны резервироваться, так же, как и в интернете. Это порядка 150 специальных подсистем, которые обеспечивают функционирование данным объектом. Что это за подсистемы? Это такие подсистемы, как система внутриреакторного контроля, система управления турбиной, система управления водоочисткой и так далее. Каждая из этих подсистем интегрируется в огромную, большую систему верхнего блочного уровня автоматизированной системы управления технологическими процессами. Это в среднем 200-300 тысяч тегов, то есть источников сигналов, которые в реальном масштабе времени изменяются. Нужно понять, что является изменением, что нет. Нужно понять, не пропустили ли мы чего-нибудь. А если пропустили, то что с этим делать. И все эти параметры обрушаются на двух операторов. Оператор, который управляет реактором, ведущий инженер управления реактором и ведущий инженер управления турбиной. То есть фактически это два здания, где сконцентрировано большинство подсистем. Это реакторное отделение, турбинное отделение. И два человека должны в реальном масштабе времени принимать решение в случае, если происходят какие-нибудь нестандартные события. Потому что если их будет больше, то им нужно будет между собой договариваться. Поэтому такая высокая ответственность накладывается фактически на двух человек. Значит, что делает наше предприятие для начала? Мы производим фактически весь цикл, весь комплект оборудования, который необходим для обеспечения сопряжения всех вот этих вот огромного количества подсистем. Это некоторые датчики, это контроллеры низовой автоматики, это платформы для построения контроллеров низовой автоматики. Ну что такое контроллер? В современном исполнении это просто промышленный сервер, у которого расширенное количество портов ввода-вывода для сопряжения оборудования с этих вот самых специальных подсистем. Это огромные шкафы, такие же, как серверные шкафы, только туда располагаются специальные контроллеры, которые обеспечивают и вычисления, сбор, обработку, управление. Мы разрабатываем программное обеспечение, которое устанавливается на эти контроллеры, на шлюзовое оборудование. И дальше уже после этого у нас также, как и везде, есть цоды, локальное облако, в котором происходит обсчет, обработка, принятие решения, прогнозирование и все, что необходимо для того, чтобы функционировал этот объект. Поверх этого всего, да, следует отметить, что сейчас в наш век оборудование уменьшается и становится умнее. На многих различных оборудованиях уже есть микропроцессоры, компьютеры маленькие, которые обеспечивают предварительную обработку, как это сейчас модно называть, это граничные вычисления. На которых можно производить, чтобы не нагружать общую систему. Поэтому можно сказать, что современная система на АЭС это уже что-то типа индустриального интернета вещей. А платформа, которую этим управляем, это платформа IOT, про которую вы все много, наверное, слышали. Их сейчас немалое количество. Просто наша, она очень жесткая, реалтаймная. Поверх этого всего строятся механизмы сквозной верификации и валидации, когда мы некоторыми механизмами и алгоритмами обеспечиваем проверку, что все совместимо, все надежно. Это как нагрузочное тестирование туда входит, регрессионное тестирование и модульное тестирование. Все-все то, что вы знаете. Только это делается вместе с железом, которое нами запроектировано и разработано, и программным обеспечением, которое, соответственно, в купе с ним работает. Вопросы кибербезопасности решаются, secure by design и так далее, так далее, так далее. Вот тут как раз на этом слайде нарисованы процессорные модули, которые управляют контроллерами. Это шестьюнитовая такая материнская плата, на которую, соответственно, мы обеспечиваем поверхностный монтаж необходимого нам оборудования, в том числе процессоров. Вот сейчас у нас волна импортозамещения, мы стараемся поддерживать и отечественные процессоры. Кто-то говорит, что безопасность индустриальных систем повысится. Да, повысится, я объясню, почему, немножко дальше. Но любая АСУ-ТП на АЭС резервируется. Резервируется в виде системы безопасности. В принципе, блок рассчитан на то, что на него упадет самолет. И даже если все погибнут, то система безопасности должна обеспечить расхолаживание реактора для того, чтобы вследствие остаточного тепловыделения, которое возникает из-за бета-распада, он не расплавился. То, что произошло на АЭС Фукусима. У них не было системы безопасности, волной смыло резервные дизель-генераторы и получилось то, что получилось. На наших АЭС такое невозможно, потому что там стоят наши системы безопасности. И основа систем безопасности – это жесткая логика. Что такое жесткая логика? Фактически мы отлаживаем один из алгоритмов управления или несколько, которые могут объединяться в функциональный групповой алгоритм. И мы всю эту историю распаиваем прямо на плату без микропроцессора. То есть мы получаем жесткую логику. Если когда-нибудь какой-то элемент оборудования нужно будет заменить, и у него изменятся уставки или какие-то параметры, и потребуется внести изменения в алгоритм его работы, да, придется вынуть вот эту вот плату, на которую распаиваем алгоритм, и поставить новую. Но зато это безопасно. Дорого, но безопасно. Вот тут вот на слайде приведен пример как раз системы диверсной защиты, которая состоит из троированной системы, и на которой выполняется алгоритм решения задачи одной задач системы безопасности на варианте исполнения 2 из 3. Бывает 3 из 4, бывает 1 из 2. Это как рейт. Также для чего нужны различные процессоры? Это вот слайд из презентации для китайской публики. Но я его решил оставить. В принципе, что тут нарисовано? Что если мы используем и делаем кросспотформенную систему, и общую систему набираем из модулей, работающих на различных процессорах, то в случае, если внутрь системы на каком-то из этапов жизненного цикла проектирования, разработки, планово-предупредительного ремонта попадет какое-нибудь вредоносное программное обеспечение, то по идее оно не поразит сразу все диверсное разнообразие вот этой техники. Это про железо. Также есть количественное разнообразие. Я вот привел картинку полей со спутником. Мне кажется, это наиболее отражает вот эту вот модель, когда мы максимально с точки зрения и бюджета, и пространства, и возможности понимания и эксплуатации системы делаем реданданси, то есть мы фактически максимально делаем несколько копий систем. Вот на этом слайде примерно нарисован алгоритм выбора решения на основе ключей, на основе вот этой вот платы, вот этой вот системы, как происходит принятие решения, что алгоритм правильный. То есть мы считаем, что если один из шкафов выйдет из строя, мы, во-первых, об этом узнаем, ну а два остальных будет нормально работать. И таких шкафов на АЭС целые поля. Все, про железо я закончил. Я думаю, всем будет интереснее про софт. Это система мониторинга как раз наша, этих шкафов. Я про нее сейчас расскажу. Система верхнего уровня после низовой автоматики должна обеспечивать надежный сбор, обработку, доставку информации оператору, другим интересующихся, соответственно, службам. Она должна прежде всего решать одну самую главную задачу, что в момент пиковых нагрузок она должна все уметь разруливать. Потому что в режиме нормальной эксплуатации система может быть загружена на 5-10%. Остальные мощности, они фактически работают в холостую и предназначены для того, что если пойдет какая-то нештатная ситуация, то все перегрузки мы должны уметь балансировать, распределять, обрабатывать. Самый характерный пример, больше всего информации дает турбина. Если она начинает как-то нестабильно работать, то это фактически получается ДДОС. Потому что вся информационная система забивается диагностической информацией с этой турбины, и мы можем в случае, если КОС плохо отработает, можем получить очень серьезные проблемы, что оператор просто не увидит часть важной информации, либо система перестанет работать. На самом деле не так все страшно. Оператор может проработать на физическом реактиметре где-то 2 часа, но он может что-нибудь потерять, какое-то оборудование. Но для того, чтобы этого не происходило, мы разрабатываем нашу новую программную платформу. Вот. Приведущая версия сейчас обслуживает 15 энергоблоков, которые построены в России и за рубежом. Что она из себя представляет? Значит, это кроссплатформенная микросервисная архитектура, которая состоит из нескольких слоев. Есть слой данных. Это база данных реального времени. Она очень простая. Это что-то типа k-value, но value может быть только double. Больше никаких объектов мы там хранить не можем для того, чтобы убрать напрочь вариант возможности какого-то переполнения буфера, стека или чего-то еще. Есть отдельная, соответственно, база данных для хранения метаданных. Это все описания. Это можно использовать абсолютно что угодно. Мы используем и Postgres, и другие технологии. Не буду сейчас упоминать. Но в принципе это настраивается любая, потому что там жесткого реалтайма нету, и проблем никаких с этой историей нет. Дальше это архивный слой, это архив оперативный, это где-то сутки, для того, чтобы мы могли обрабатывать текущую информацию и что-то с ней делать, какие-то строить отчеты, которые основаны на предыдущих показаниях. Это долгосрочный архив, это тоже понятно, зачем это нужно. И аварийный архив, это черный ящик, который будет использован в случае, если произойдет авария, и будут повреждены, соответственно, долгосрочный архив. В него записываются ключевые показатели, тревоги, факт квитирования тревог. Квитирование – это такой термин, когда оператор говорит, да, я увидел, и что-то начинает делать. Следующий – это логический слой. Там как раз находится и язык выполнения сценариев. На нем основано некое вычислительное ядро. И после вычислительного ядра, так же, как модуль, генератор отчетов, ничего удивительного, все как везде, можно напечатать график, можно сделать запрос, посмотреть, как менялись все параметры. Дальше идет клиентский слой. Есть клиентская нода, которая позволяет разрабатывать уже клиентские сервисы на базе вот этого кода. Она содержит в составе API, и существует несколько вариантов клиентских нодов. В основном это разделяется нода, которая оптимизирована на запись, на ней делаются, разрабатываются драйвера устройств, то есть то с помощью… это не классический драйвер, но это программа, которая собирает информацию с контроллеров низовой автоматики, делает предварительную обработку, парсят всю информацию, парсят все протоколы, это могут быть абсолютно различные протоколы, OPC, HART, UART, PROFIBUS, что угодно. Да, все те протоколы, по которым работает классическое оборудование низовой автоматики. То есть оптимизированы на запись в базу. И, соответственно, нода, которая оптимизирована на чтение, это, соответственно, для построения пользовательских интерфейсов, для построения каких-то обработчиков и все, что идет дальше. На основании этих нодов мы строим облако. Это облако состоит из классических обыкновенных серверов, которые всем привычны. Понятно, что выбираются понадежнее, выбираются те, которые более катастрофоустойчивы, но в итоге это все равно обычный сервер, набор серверов, которые объединяются так или иначе с помощью классических операционных систем. Мы используем в основном Linux, но бывает QNX где-то мы используем. И мы говорим, что это облако может, соответственно, выполнять задачи. Мы его нарезаем, это облако, ровно так же на виртуальные машины. Где-то мы запускаем контейнеры. И в рамках классической виртуализации, контейнерной виртуализации, мы запускаем различные типы нодов, которые выполняют задачи в зависимости от необходимости. Ну, например, мы можем запустить раз в день генератор отчетов, выделить ему какое-то больше немножко времени. Мы получаем за расчетное время, генерируем все необходимые отчетные материалы за день, складываем их, выгружаем эти, соответственно, виртуальные машины, и система готова, опять же, для каких-то решений других задач. Я, опять же, из английской версии презентации, значит, систему мы свою назвали вершок, а ядро системы корешок. Ну, в общем-то, очевидно, почему. Значит, имея достаточно мощные вычислительные ресурсы на шлюзовых контроллерах, мы подумали, а почему бы не использовать их мощности не только для предварительной обработки, то есть как платформа граничных вычислений. Мы же можем превратить это облако и все пограничные узлы в туман и нагружать, соответственно, эти контроллеры, эти мощности задачами, ну, например, такими как выявление погрешностей. Иногда бывает так, что датчики приходится тарировать. Что такое тарировка датчиков? Ну, со временем показания плывут, мы знаем, по какому графику, и вместо того, чтобы эти датчики менять, мы спокойно, просто зная, как они изменят свои показания со временем, мы все это дело уточняем и делаем поправки. Мы получили полноценную, будем говорить так, фог-платформу. Да, она выполняет ограниченное количество задач в тумане, но мы будем их потихонечку увеличивать и разгружать фактически общее облако, потому что самая надежная часть АСУ-ТП это… Сейчас я на следующем слайде расскажу. Ну и дальше у нас есть еще вот вычислительное ядро. Это возможность… Мы подключаем язык сценариев, мы умеем работать с луо, мы умеем работать с питоном, пипи, например, библиотека, мы умеем работать с джаваскриптом, ну, скорее, с тайпскриптом для решения задач, там, где есть пользовательские интерфейсы. И мы умеем одинаково их выполнять как внутри облака, так и, соответственно, на граничных узлах. И ядро, соответственно, каждый узел микросервиса, каждый микросервис может запускаться абсолютно на любого объема памяти или любой мощности процессора. То есть просто он будет обрабатывать тот объем информации, который позволит сделать текущую мощность, на котором это будет выполняться. Но система одинаково работает абсолютно на любом узле, поэтому она же подходит для размещения на простеньких и от каких-нибудь устройствах и так далее, как и, соответственно, огромном облаке. Ну, это все то же самое. Соответственно, что мы делаем сейчас? Сейчас в эту платформу попадает информация из нескольких подсистем. Это физзащита, соответственно, система контроля управления доступом, информация с видеокамер, прошел человек или не прошел, пожарная безопасность, само АСВТП непосредственно, IT-инфраструктура, события информационной безопасности. И дальше мы создаем, ну, вот в информационной безопасности есть такая история, как Behavior Analytics, то есть это поведенческая аналитика. Но нельзя дать оператору залогиниться, если камера не зафиксировала, что он прошел в комнату. Ну, и так далее. Или там другой кейс, например, мы увидели, что какой-то канал связи не работает, при этом мы фиксируем, что в этот момент времени изменилась температура стойки, была открыта дверца. То есть, понятно, кто-то зашел, открыл, вытащил кабель или задел. Такого, конечно, быть не должно, но делать это все равно нужно, и максимально возможное количество кейсов описывать необходимо, чтобы если что-то вдруг случится, чтобы мы точно знали, что. Вот как раз приведены примеры оборудования, на котором все это работает. Слева обычная Supermicro. Почему Supermicro? Ну, потому что сразу доступны полностью все возможности железа. Возможно применение отечественного оборудования, но тестовый стенд сейчас вот в максимальной нагрузке такой. А справа это контроллер, который непосредственно выпускается на нашем заводе уже, и который полностью доверенный нам. Мы понимаем, что там происходит. Вот он полностью сейчас вот на картинке загружен вычислительными модулями. Тут приведены примерные параметры, и самое главное, что наш контроллер работает с пассивным охлаждением. Поэтому с нашей точки зрения он намного надежнее. Поэтому мы стараемся перетащить максимальное количество задач на системы, которые работают с пассивным охлаждением. Потому что любой вентилятор в какой-то момент сдохнет. А срок службы АЭС — это 60 лет с возможностью продления до 80 современной. Понятно, что там будут планово-предупредительные ремонты, оборудование будет заменено. Но если сейчас взять какой-нибудь объект, который запускался в 90-х или 80-х, то то программное обеспечение, которое там работает, вы даже компьютера не найдете, чтобы это запустить сейчас. Поэтому все приходится переписывать и менять алгоритмику. Это тоже отдельная задача модернизации. Ну, это там некоторые рекламные слоганы. Сервисы у нас работают в режиме мультимастер. У нас нет единой точки отказа. Все это кроссплатформенное. Узлы самоопределяются. Соответственно, ход свап. Можем добавлять, как и оборудование менять за счет этого. И мы не зависим от выхода из строя какого-то одного из нескольких элементов. Есть еще такое понятие, как деградация системы. Есть некоторое количество уровней деградации, при которых оператор не должен замечать, что с системой что-то происходит не так. Ну, там сгорел процессорный модуль, сервер или питание на сервере отключился. Или где-то что-то еще, какой-нибудь канал связи перегрузился, потому что не справляется система. Но в целом из-за резервирования всех компонентов и сети сейчас у нас работают две технологии. Это двойная звезда и это меж. Соответственно, в любом случае, если где-то какой-то узлов выходит из строя, то система, топология ее позволяет продолжить нормально работать. Я привел два простых сравнения, какие мы получаем параметры по апдейтам на базе данных реального времени сейчас. Мы имеем где-то в тестовой конфигурации 10 миллионов тегов, то есть источников изменений сигналов. Мы имеем слева циферки 4 и 8, это количество реплик. То есть что делает база данных? Она поддерживает актуальное состояние всех узлов одинаковым в реальном масштабе времени. Изменилось на одном, изменилось на всех остальными. Это, соответственно, мультикаст, это реалтайм. Сверху параметры супермикры, это в среднем, соответственно, 7, и падение до 5, если мы увеличиваем количество узлов. Мы с этим боремся, боремся, чтобы мы не теряли мощность системы, но, к сожалению, когда начинается необходимость обработки уставок и других параметров, мы скорость теряем с увеличением количества узлов. Но чем больше, тем потери меньше. И то же самое снизу. Мы на целый порядок меньше имеем параметры. Это на нашем непосредственно контроллере. Это на атоме. С точки зрения пользователя ему выводится набор тегов вот в таком вот виде. Это для построения тренда. Оператор открывает. Это тач-ориентированный интерфейс. Он может выбрать параметры, которые ему необходимо смотреть. Получается, они непосредственно из… на каждом клиентском узле есть нода, которая копирует всю память с помощью вот этой базы данных. И разработчик, когда строят клиентские фактически приложения, он работает просто с локальной памятью. Он вообще не задумывается, что ему нужно что-то синхронизировать по сети или что-то делать. У него есть API, он просто делает get, set, и разработка клиентского интерфейса с УТП выглядит не сложнее, чем сайт. Если раньше мы боролись за реалтайм на клиенте, сейчас мы перестали это делать. Раньше мы кодили, мы использовали плюсы, кьют. Сейчас мы на это плюнули, потому что на том же кьют разрабатывать сложно, что-то изменилось, начинаются проблемы. Мы просто сделали на ангуляре. Современные процессоры позволяют достаточно неплохо поддерживать надежность работы таких приложений. Все вы это знаете. Веб он уже достаточно надежен. И память не плывет. Хотя плывет, конечно. Но плывет везде. Задача, конечно, обеспечить работу приложения где-то в режиме полтора года без выключения. Это никому не нужно. Можно спокойно перезагрузить и отрефрешить веб-страницу. Все это упаковывается, конечно, в электрон. И так это примерно выглядит на любом узле. То есть мы фактически получаем платформенную независимость. Можем запускать это на планшетах, на панелях. Примерно так выглядит модуль тревог. Что такое тревога? Тревога — это объект, который единственный динамический объект, который появляется в системе. В системе после того, как она запускается, все дерево объектов фиксируется. Удалить оттуда ничего нельзя. То есть модель CRUD не работает. Можно сделать только mark sdelete. То есть если необходимо вывести какой-то тег и сказать, что его нужно удалить, он просто помечается и прячется от всех. Но он не удаляется, потому что операция delete сложная, и она может повредить состояние системы, ее целостность. А вот тревога — это единственные объекты в системе, которые динамические. Что такое тревога? Тревога — это некий объект, который появляется в результате, когда параметр сигнала от того или иного оборудования выходит за пределы уставок. Уставки — это нижняя предупредительная, верхняя предупредительная граница, нижние аварийные, верхние критические, верхние критические значения, изокритические и так далее. От этого, соответственно, при попадании значения в ту или иное значение шкалы появляется тревога. И тут начинаются самые большие проблемы. А кому ее показывать? Показывать ее двум операторам. Но система же наша универсальная. Операторов может быть, в принципе, больше, чем двух. Это на АЭС все просто. Во-первых, чуть-чуть базы данных отличаются у турбиниста и у реакторщика, потому что оборудование разное. Понятно, что то, что от реакторного отделения прилетело, показывается веуру, то, что от турбинного веута. Но представим, что операторов много. Тогда тревогу всем показывать нельзя. Или если ее кто-то берет под квитирование, ее нужно немедленно блокировать на всех остальных узлах. И это реалтаймная операция. Потому что если два оператора возьмутся квитировать одну и ту же тревогу, они же начинают потом управлять оборудованием. Они начинают открывать видеокадры, правые клавиши, открывать какие-то там алгоритмы управления, начинают тыкать везде. Начинаются, соответственно, тупики и гонки. Все, что связано с поточным программированием, начинается просто жесть. Поэтому любой динамический объект нужно показывать только одному оператору и давать возможность с ним управлять. Ну и, соответственно, также и гасить эту тревогу. Более того, они все друг от друга зависят. Какое-нибудь оборудование начинает глючить. Начинаются тысячи тревог просто выскакивать. А на самом деле, чтобы это все погасить, нужно найти только одну из них. И ее квитировав, пропадает дерево остальных тревог. Это тоже целая отдельная наука. Это целая проблема. Мы сейчас как раз решаем, как это представлять. Единого мнения пока нет. Дерево это либо прятать как вложенное. Вот тут вот выглядит как вложенное. То есть можно открыть фактически каждую тревогу, посмотреть. Ровно такая же будет решетка. Видеокадры, которые видит оператор, примерно выглядят вот так. Слева как раз реакторное отделение. Внизу у нас, например, видеокадр для ветропарка мы делали. Справа внизу график. Сверху, справа, соответственно, парогенераторы реакторного отделения. Но это так, для общего представления. Желтенькие ссылочки – это переходы на другие видеокадры. У нас на заводе сделан стенд. Вот так примерно это выглядит. Дашборды на панели. У оператора примерно то же самое. Значит, про конфигурацию всей этой истории. Мы предоставляем универсальный достаточно режим работы с базой данных. Это вот такой простенький редактор, который позволяет создавать объекты, удалять, задавать их параметры. Это распихивается в BDRV и, соответственно, в базу метаданных. Видеокадры. Видеокадры – это вот те вот элементы пользовательских интерфейсов, с которыми больше всего проблем. Каждый производитель скады или хми, как это сейчас называется, HMI, пытается самостоятельно сделать свой редактор, а потом, когда уходят разработчики и увольняются, концов не найдешь, ловят баги, все это падает, невозможно этим управлять. Мы на это забили. Мы говорим, делайте на чем хотите. Хотите на иллюстраторе, хотите в скетче, хотите в любой программе, которая дает канонические SVG. А мы вам даем возможность его открыть и перецепить его к тегу. Все. Больше ничего не нужно. Вы их только называете правильно, и все у вас будет нормально работать. Поэтому создание интерфейса для нашей ASUTP или платформы выглядит не сложнее, чем создание сайта. И мы даем все API-интерфейсы для того, чтобы это было так. Ни одна система, которая сейчас используется на подобных объектах, так не работает. Это какие-то сложные свои редакторы, это убогие интерфейсы, в которые просто смотришь и хочется плакать. А когда ты каждый день это видишь, я представляю, что в головах у операторов. Я, конечно, понимаю, что все скажут, что да ладно, главная безопасность, не важно, как это выглядит. Мы хотим, чтобы это выглядело красиво, потому что это важно. Как везде есть система разграничения доступа, мы поддерживаем несколько режимов для того, чтобы это было надежно и дешево, будем говорить так. Кроме контейнерной виртуализации и обычной виртуализации, мы даем возможность сделать data lake. Тогда, когда все теги упихиваются просто в одну большую оперативную память, и режим мультитенантности обеспечивает возможность разделения доступа к элементам дерева, поэтому можно хостить несколько проектов фактически на достаточно недорогом железе. Ну а также, чем больше железа, тем дороже синхронизация и тем больше вероятность ошибки. Поэтому, если мы сможем на большем количестве узлов просто скопировать эту базу, даже в таком режиме, то совокупная надежность всей системы растет. Более того, тут следует отметить один маленький момент. В таком режиме работы мы не можем работать с кэшом процессора. Его просто нет. Он превратился в тыкву. Потому что, когда у вас фактически 10 или 100 миллионов объектов, и нужно по ним обеспечивать навигацию, поиск, то кэша нет. Поэтому все ручками. Вот тут приведен небольшой… У меня еще есть время. Специально вставил этот слайд. Мы делаем прогнозную аналитику. С помощью нейросетей, машинного обучения. Как это работает и что это в деньгах. Вот тут вот приведен график, как изменяется мощность реактора при, соответственно, движении органов регулирования системы управления защитой. Стержни. Вообще реактор регулируется бурной кислотой в воде, но когда делаются маневры мощности, то используются стержни. Каждое движение стержня – это выгорание топлива, а топливо достаточно дорогое. 10 тонн примерно загрузка реактора современного ВВР-1200. График, который дает обратный ход, это как раз если оператор управляет этой историей вручную. То есть он изменяет, соответственно, параметры мощности, видит, что мощность чуть-чуть ниже, чем нужно, он чуть-чуть прибавляет, и на обратных связях в итоге это доходит до нужного уровня мощности. Что сделали мы? Мы сделали очень простую историю. Мы обучили нейросеть на предыдущих показаниях. Но просто нейросеть никогда не спрогнозирует физический процесс. А в реакторе у нас 5 физических процессов. Это нейтронная кинетика, это гидродинамика, это химия и радиохимия вследствие различных превращений, и это физика прочности. И любой расчет выглядит как моделирование каждого этого технологического процесса. В основном есть два метода. Это Монте-Карл для нейтронов и, соответственно, и для радиохимии, и все остальное. Это computational fluid dynamics CFD. Единственное, что эти методы чрезвычайно медленны. И в реал-тайме их использовать невозможно. Мы увеличили пространственно-временной шаг, а корректировку сделали, соответственно, на нейросетях. И получили достаточно серьезную оптимизацию. Верхний график. Мы не имеем обратного хода. По расчетным характеристикам топлива, если трехлетняя топливная компания, это значит, каждый год треть топлива меняется, мы можем на такой оптимизации экономить до 60 миллионов долларов в год. Что является достаточно хорошей цифрой для KPI суммарно сотрудников, которые работают на блоке. Пример блочного пульта. Слева Нововоронеж, справа Калининская АЭС и модель. Но мы пошли дальше. Блочный пульт управления – это очень дорогая история. Есть очень много разработчиков, которые производят и оборудование, и программное обеспечение, которые туда сводятся. Это же не одна компания, это десятки, сотни компаний. Мы сделали VR, мы сделали VR операторскую, мы в нее загрузили нашу систему. Это прям так выглядит. Можно поискать в YouTube, есть видео на этот счет, можно мне в Facebook написать. Я расшарю, ссылочку пришлю, просто пока это не идеально, поэтому мы там публично не светим. Но выглядит вот, в принципе, вот так. Это, конечно, космос. Ты надеваешь эти очки, и ты получаешь фактически такую же картину, как и на блоке, только без щита. Соответственно, вот мы это назвали ВПУ. Раньше это называлось БЦУ – блочный щит управления. Сначала оператор шел, крутил какие-то такие штуки. Потом мы поставили компьютер, он сначала в него смотрел, но все равно вставал, потом к щиту крутил. Потом мы сделали, соответственно, уже возможность управления с монитора. И теперь это стало называться ВПУ – блочный пульт управления. А теперь виртуальный пульт управления. И будущее за этим. Хотя будущее, конечно, за блоком без операторов, за искусственным интеллектом. Оператор превратится в супервизора. Потом мы его вынесем на станцию целиком, и каждый блок будет управляться, соответственно, из общего пульта управления. Дальше мы его уберем в некую операторскую, которая будет за пределами АЭС. Хороший пример, который сейчас происходит – это проект ИТР. Сама станция находится в городе Кадараш во Франции. Пульт управления в Японии в городе Рокосео. Это специально так делается, чтобы отладить технологии. Там квантовая связь, квантовая криптография. И вот все вот такое. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Давайте. Спасибо. На протяжении всего вашего доклада слово надежность звучало десятки раз. Вот, но тем не менее, не могли бы вы рассказать про самый серьезный баг за вашу практику? Вот, его причины и последствия. Ну, то есть какого уровня… А вы по моей фамилии погуглите в интернете, вам будет достаточно. Рассказывать не буду. Все уже написано. Здравствуйте. Вопрос. Я здесь, я здесь, с другой стороны. Вот там еще отъяснили. Очень круто, все интересно, такой прям совсем другой мир. Было интересно послушать. И вы рассказывали там безопасность. Тут сразу вопрос вытекает госбезопасность. А разработчики вообще выездные? Конечно. Вот этого всего. Мы же строим АЭС за рубежом. Индия, Египет. Но если их закроешь, то это же цифровая нефть. Это же, знаете, какие деньги, сколько стоит энергоблок. Так что никто их никогда не закроет. Приходите к нам работать, у нас все открыто. Круто. Мы постоянно куда-нибудь катаемся. Да, теперь с другой стороны. Можно вопросик? Спасибо большое. Интересная презентация, доклад. Приятно заглянуть в параллельную вселенную. Хотелось бы затронуть тревожную тему. Я услышал два типа событий для вас, тревоги. То есть это выход за диапазон. Второе, это вы вначале привели пример некий сотрудник, который входит в систему без прохода под камерой. Мне кажется, это СЕП, это комплекс event processing. Вы вообще его используете? Еще раз, какой комплекс? Комплекс event processing. То есть это обработка комплексных событий, когда у вас многоисточник. Behaviour Analytics, это то, что я сказал, поведенческая аналитика это у нас называется. Есть заранее предопределенные события, причем на самом деле это не просто так. Есть такая штука, как вероятностный анализ безопасности. Это достаточно серьезная регламентированная база данных МАГАТЭ. Все вы знаете, что такое МАГАТЭ. Это международное агентство, которое как раз стандартизует работу всей атомной энергетики. И со всех АЭС туда попадают различные и ивенты, и последовательности ивентов, которые происходили. Там тяжелые запроектные аварии, там любые ситуации. Они описываются в специальном формате. Эта база данных синхронизуется потом по всем блокам в мире. Ну, в пределах, конечно, их типов, потому что бывают АЭС с разными типами реакторов. И вот этот Behaviour Analytics, он используется для предотвращения каких-то аварийных ситуаций или неправильного поведения оператора. В итоге это вылезает в виде такого дерева, когда оператор оказывается в какой-то ситуации. И у него вопрос, да, нет, и он по нему выходит, в какой ситуации он находится, распознает, конечно. И туда добавляются как можно больше дополнительных систем, чтобы мы знали и о температуре сервера. Потому что раньше, например, ну какая разница, какая там температура у сервера. Главное в АСУТП что? А сервер это не АСУТП. А вот нет, сервер это АСУТП. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос такой простой. А недостоверности как у вас, как аварийные обрабатываются или… Недостоверности? Ну да, датчик вышел за пределы шкалы. Значит, есть такое понятие, как качество сигнала. Я вот задам простой пример. Вот у выключателя сколько состояний? Вот скажите. Вот выключатель включен-выключен, сколько состояний? Ну там же еще пороговая, он там… В выключателе четыре состояния. Включен, выключен, долго не было информации и сломался. Поэтому вопрос достоверности – это вопрос важный. И у каждого сигнала, то есть у каждого, соответственно, источника изменений, есть параметр качества. Он также является составным параметром объекта. Он каждый раз меняется. И на основании… Если вдруг от какого-то… Если качество падает, это совокупность, долго не было информации, или он часто там менялся. И в зависимости от этого есть специальные алгоритмы, которые говорят, что при определенном падении качества сигнала нужно проводить обследование. Идет бригада, начинает разбираться, почему качество плохое. Ну то есть он у вас как аварийный не считается? Не, но мы следим, это же параметр. Это параметр СУТП, это общее качество сигнала. А также есть КОС, есть качество обслуживания. Когда это качество обслуживания, это состояние непосредственно сетевого оборудования, это КОС, который там реально в маршрутизаторах и коммутаторах. Это же тоже есть, я про это просто ничего не рассказывал. Есть, соответственно, КОС внутри системы, на основании которого и обеспечивается контроль деградации системы. Потому что когда именно падает качество, это и есть деградация, это и есть. То есть это то, о чем вы говорите. Мы за этим следим. Для этого сделана вся диагностика. И вообще, наверное, в СУТП процентов 90 всего, что там внутри наворочено, это диагностика качества. Спасибо. Можно я? Я тут. Можно я сначала задам вопрос? Сзади. Да, давайте. Спасибо за интересный доклад. Мне вот только осталось узнать, вот как часто вы выливаете на продакшн код, ну то есть частота обновлений, и как вы контролируете регрессы, ошибки, то есть с точки зрения надежности. Я рассказал, что есть процесс валидации и верификации. Вот я рекомендую специально погуглить, что такое V&V модели. V&V модель – это огромная история. И там лишь часть про программное обеспечение. И в программном обеспечении есть еще, будем говорить так, все это же упирается в безопасность, а значит мы говорим про модель угроз, модель нарушителя, модель защиты. На каждом из этапов жизненного цикла разработки изделия, как программного, так и всего изделия целиком, есть своя модель угроз, защиты и нарушителя. Соответственно, во-первых, обеспечиваются все, что необходимо, и регрессы, и все, то есть все то, что необходимо. Более того, все это собирается в кучу, и делается некоторая аналитика, которая говорит, где, в каком месте проблемы, где нужно посмотреть. Также идет сертификация и аттестация. Сертификация – это в нескольких лабораториях различных независимых сертификация по сил. Сил-4, например, мы делаем сертификацию. Или сертификация в стек, в СБ, где тоже, соответственно, выдаются определенные требования по, как нужно, соответственно, в продакшн выдавать код, что должно быть с кодом, каких там не должно быть опасных конструкций, что вообще нельзя использовать, что можно использовать, как собирать, как контролировать сборку, что делать с контрольными суммами и так далее. Как часто, да по-разному, на каждом блоке система отличается. Это отдельный проект, под который отдельная база данных, ее структура. И иногда определенная версия софта не будет работать с определенной версией базы данных, потому что она устарела и не поддерживается, но при необходимости есть профайл, при котором пересобирается, обновляется система, берется какой-то компонент. Регресс – это очень важная история, как и горизонтальная и вертикальная совместимость. Ну, что значит «как часто»? Релиз – это либо когда пускается новый блок, либо релиз – это когда производится планово-предупредительный ремонт, когда опять туда всех пускают, и можно сделать обновление. Ну, ППР проводится раз в полтора года, раз в два года. То есть под каждый блок есть свои совершенно истории. Тут немножко по-другому. Каждый день такого нету. Ночные билды есть, но для тестирования. Вадим, большое спасибо за доклад. Вопрос, вернее, два вопроса. Ты сказал, что есть база мультимастер и реал-тайм. Вопрос, как? Я не знаю, как это вообще в принципе совместить. Как конфликты мережь? Значит, во-первых, что такое реал-тайм? Понятно, что когда мы говорим, что что-то работает на базе операционной системы, это уже не реал-тайм. Но это псевдо-реал-тайм. Реал-тайм – это возможность выполнить заданное максимальное количество вычислений в сети, которое, собственно, заранее задано, и оно должно выполняться, и больше не должно быть. Тогда мы говорим, что это реал-тайм. Вот так печать ставим. Но это же понятие реал-тайм – это относительное понятие. Просто мы должны обеспечивать гарантированную обработку всех данных в проекте. Мы не должны ничего потерять. И вводится замечательный параметр на эту тему. Это вероятность отказа. Что такое вероятность отказа? Вот в серверной истории все работают с параметрами такими, как SLA. У нас есть и SLA, и есть и вероятность отказа. Так вот, вероятность отказа – это 10 минус 7. Что это означает? Мы можем из 10 миллионов потерять одно сообщение. Если мы выходим на такую… Раньше было 10 минус 6. Если мы выходим на такие параметры, а мы систему нагружаем, у нас имитаторы специальные, которые гонят большие нагрузки. И если система обрабатывает, то мы говорим, что она выполняет наши задачи. А реал-тайм или не реал-тайм? Ну, ни в одном документе, что такое реал-тайм, нет. А как с конфликтами поступаете? Ну, мульти-мастер, будет конфликт. Ну, да нету никакого конфликта. Каждый узел… Я понимаю, о чем вы, какой вопрос вы задаете. Я вам сейчас отвечу. Каждый узел — это фактически источник мультикаста. Причем есть три возможных механизма работы. Значит, это бродкаст и мультикаст прежде всего. И на каких-то граничных узлах, если не нужно прям вот прям жестко все посылать, это реквест-респонс обычный, но только так, чтобы не все сделали реквест. Потому что если много узлов сделает реквест, то мы будем терять производительность. Поэтому мы балансируем, где можно мы, соответственно, делаем мультикаст. И это создает одну небольшую как бы… Ну, это не проблема, но даже если система не передает ничего, то процессор загружен полностью. Поэтому нет никаких проблем. У него абсолютно одинаковая загрузка, ровная, при работе или не работе. Проблема не… Сейчас объясню. Проблема не в равномерности загрузка. Проблема в том, что если мультимастер, то писать может как один, так и второй. Писать куда? Да. У них вся эта история – это просто копирование оперативной памяти. Копирование большого массива из 10 миллионов элементов, к примеру, просто. А пишут туда только один участник? Все, каждый в свою память пишет. Если у кого-то что-то изменилось, он всем посылает мультикаст, что у него что-то поменялось. Каждый пишет в свою область. Каждый пишет в свою память. Она полностью копия в сети. У вас там 100 компьютеров, там из них 20 серверов, у них синхронизуется память. Это redundancy. То есть мы обеспечиваем безопасность с помощью избыточности. Я понял. То есть каждый узел пишет в свою область. Соответственно, конфликтов нет. Нет конфликтов. Все, спасибо большое. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. У меня вопрос касается безопасности. Я вот не знаю, насколько это правда. Слышал, что на атомных электростанциях выполнение программного кода в некоторых случаях требует подтверждения механического оператора. Еще раз. Что это значит? Да, то есть если выполняется программная команда, оператор должен повернуть типа ключик, замкнуть еще механический сет, что команда действительно санкционирована им. Не понял. Что значит команду может отдать только оператор? Кто должен подтверждать и где? Я не знаю. Я же про это говорю. Не знаю, насколько правда. Потому что в ракетной квестке… Нет, неправда. Неправда, да? Нет, у оператора есть совершенно понятный интерфейс. Значит, у него есть вот такие видеокадры. Значит, вот, например, слева сверху вот это реакторное отделение. Тут четыре главных циркуляционных насоса, вот такие вот со стрелочками. Оператор может взять правой клавишей, запустить окно управления, нажимается, и включить-выключить. То есть он на ходу может остановить ГЦН, например. Ну а кто будет, чтобы подтверждать зачем? Вот, да. Дальше следующий вопрос. То есть насколько оператор критически может повлиять на функционирование системы? Чернобыль. Оператор в Чернобыле вынул органы регулирования, то есть не подождав двое суток, пока распадется весь ксенон. Вот оператор, вот вам пример. Я ответил? И дальнейшее следует, это вы говорили, что операторы будут вынесены из атомных электростанций. Не повлияет ли это на то, что упадет, потому что оператор, находящийся на атомной станции, вы понимаете, что если он что-то натворит, то его тут же и прихлопнет, по факту. Ну, это, слушайте, а пилот, пилот, если что-то натворит, то он же тоже упадет. Это уже другой разряд. На самом деле проблема в безопасности, прежде всего, это человек. И проблема готовности, проблема готовности таких объектов к автономному управлению, это проблема именно готовности алгоритмов. Если раньше нам нужно было каждый вентиль крутить, то сейчас функционально-групповое управление позволяет одной клавишей вывести реактор на минимально контролируемый уровень, например. Ну, не совсем так, но большинство команд, они функционально-групповые. И когда появятся функционально-групповые алгоритмы для управления всей станцией, тогда мы будем готовы, мы точно, соответственно, все эти режимы запишем в базу данных, научимся, соответственно, их задавать. Пока это невозможно, но мы очень близки к этому. И это как раз история с четвертой промышленной революцией. Также есть и АСОТП, и АС, и другие объекты соответствующего поколения. Сейчас идет поколение 3+, это безопасность, автономность, управление. Вот четвертое поколение, как четвертая индустриальная революция, оно приравнивается, это, соответственно, уже оператор только смотрит, то есть только контролирует ситуацию. Так же и пилот в самолете, вот все вот, мне очень нравится, аплодируют, когда пилот посадил самолет. Да, я всегда удивляюсь. Вы что, мне так приятно, они программистам аплодируют. Это же то же самое. У вас самолет летит полностью автономно. Еще была история, что вот пилот перезагрузил там систему. Страшно, в газетах такие вывески. В самолете две независимые системы, которые разрабатываются абсолютно разными разработчиками. Да, пилот может перезагрузить. И что? Не слышу. Это вопрос. Не все, уже современные. И взлетают сами, и посадка самостоятельно. Пилот только гасит двигатель. Вадим, если можно, вопрос по теме конференции. Я справа от вас. Вот он я. Всем очень понравилось, я так понимаю, ваш доклад. Крайне интересно, на самом деле, послушать про атомную энергетику. Особенно тем, кто, видимо, в ней никогда не интересовался. Насколько я понимаю, вы писали, в принципе, Embedded System. То есть система, у которой есть, на самом деле, достаточно прогнозируемое количество пользователей, прогнозируемое количество нагрузки. Поэтому мне очень было интересно, почему доклад называется «высоконагруженная система». Нет, ну так. Вопрос такой немножко... Это не совсем так. Вот эта версия системы, вершок и корешок, разрабатывается не только для АЭС. Она разрабатывается для того, чтобы можно было обслуживать эндьюзеров. Обслуживать эндьюзеров. Она разрабатывается для того, чтобы стать сервисной платформой, в том числе для телеком-операторов. Когда появится огромное количество датчиков лора, датчиков, которые будут по другим протоколам передавать информацию, обычные, соответственно, какие-то заводы. Мы хотим построить облако, на котором мы будем, соответственно, обслуживать клиентов. Мы хотим на базе этой платформы сделать решение для построения частных облаков, для того, чтобы продавать просто набор оборудования с предустановленной системой, с партнерами, которые выпускают, соответственно, оборудование или с нашим оборудованием. То есть это диверсификация бизнеса. То есть это не только АЭС, это не только запланированная нагрузка, хотя там нагрузки достаточно не кислые. То есть диверсификация, грубо говоря, в том числе потому, что на разных процессорах, потому что хорошая безопасность. Нет, диверсификация потому, что хочется больше денег. Нет, нет, это понятно, это двигатель торговли и все остальное. Спасибо. Пожалуйста. Продолжение следует...